Поехали! Продолжаем разговор. Ну что ж, у меня, конечно, есть много чего рассказать и много чего спросить, но из-за уважения к нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube мне хочется всё-таки позвучивать те вопросы реплики, которые к нам уже в большом количестве пришли. Ты, как являющийся хорошим зеркалом, одним из лучших, всё-таки свои вопросы тоже не забывай. Всегда приятно их послушать и попытаться ответить. Я буду иногда пользоваться своей привилегией и дополнять некоторые вопросы, если это будет, на мой взгляд, необходимо. А там дальше пинайте меня. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. У некоторых даже менее девяти детей. Это когда ты сказал там про количество детей? Да, к сожалению, у некоторых вообще сейчас детей нет. Это упущение. Товарищи – это упущение. Кстати, ты говоришь там про реплики, да? Вот когда ты говорил, что славяне и русские друг друга не обманывают, сказал – значит, правда. Мне вспоминается такая поговорка, шутка, когда я видел двух людей, разговаривающих между собой с неким таким акцентом, и сказал – мы русские друг друга никогда не обманываем. Вот даже в серии. То есть, да, причём это было, я услышал это на международной какой-то конференции, когда там стояли американцы, немцы, и вот эти два товарища, они между собой разговаривали, и там с американцами, с немцами стали разговаривать. Вот они говорят – это мы, русские. Вот. Интересно это было наблюдать. Да. Ну ладно, из Ютуба. Алексей Алексеев. В чём разница, различие между мужем праведным и справным? Вот ты сказал слово «справным». А есть ещё праведный с точки зрения Алексея? Ну, Алексей, это ты или который с Ютубом? Нет, в Ютубе Алексей Алексеев. Он представился так. А, Алексей Алексеев, всё-всё. Хорошо. Просто с точки зрения Алексея, ты тоже Алексей, у тебя тоже есть точка зрения. Несомненно. Вот. Муж справный, то тот, который правило имеет в своей жизни и этому правилу следует. Вот что такое муж справный. А муж праведный, праведник, путь правды вышний ведает и ему следует. Понимаете? Это правило утверждает на земле, а это правило единое между небесами и землёй. Вот простая разница с одной стороны. Но, как сказать, это примерно как «Отсюда и до Луны». Сразу реплика пришла, написал Николай Сергеевич. Это фраза из фильма «Брат-2». Ребята, я понимаю, что это фраза из фильма «Брат-2», но когда это я слышал в реальности, я не знаю, шутка это была сказана или не шутка, но чётко там всё совпало. То есть, я не знаю, они скопировали из фильма или так случилось, но вот это реальная ситуация была. Поэтому, да, извиняй, Алексей, мы можем себя определять там славянами, русскими, но вопрос такой, если у тебя к этому человеку нет доверия, и у него к тебе, хоть как бы ты ни назывался, вы как бы каши вместе не сварите и не поедите. Вот здесь. Хорошо, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия тебе, Сурияр. Прошу прощения за иностранные слова. Вопрос. Кто представляет в копном праве концептуальную власть, и как осуществляется управление приоритетами концептуальных вопросов? Бац! Ну, как бы вопрос, конечно, сложный. Вопрос, конечно, интересный. Ну, смысл такой, что концептуальное управление, естественно, осуществляется только ведающими, по большому счёту, потому что концептуальное само по себе управление подразумевает длительное временное планирование. А длительное временное планирование возможно только при наличии концептуальных знаний. Я там тоже иностранными словами немножко побросаюсь, но я надеюсь, вы меня поймёте. И не осудите. Ну, вот примерно, надеюсь, ответил. Ведающие осуществляют концептуальное управление. Ты прям как это разошёлся, так и сыпят, да, иностранными словечками. Ещё бы нам перевести, наверное, хорошо бы на русский язык, а что означает слово «приоритет», «концептуальность». Власть понятна. Вот концептуальность и приоритет. Концепция, давай так разберёмся. Концепция, что такое приоритет? Приоритет или концепция? Меня интересует весь список. И концепция, и концепция, и приоритет. Приоритет — это, значит, стоящий над остальными, насколько я просто не буду сейчас словарь залезать, чтобы там не выглядеть слишком умным. То, что является первичным основополагающим над всеми остальными. Хорошо, более важное, более значимое, которое необходимо сейчас сделать. А концепция? Концепция — это, значит, схема либо мировоззрения, либо миропонимания. В нашем случае мы всё-таки используем слово «миропонимание», потому что мировоззрение, опять же, из того, как мы берёмся его толковать, оно гласит о том, что воззрение на мир возникает из понятий. То есть вы видите в мире то, о чём у вас есть понятие. Как помнишь, Козьма Пруткова сказала, не потому, что наши понятия слабы, а просто нет у нас таких понятий. Ну, чуть-чуть я переставил фразу, но смысл примерно такой. Поэтому уровень миропонимания — это и есть. уровень концепции или концептуального знания? Я думаю, что я много уже раз говорил, что многие слова ушли от нас куда-то, там погуляли и потом в изменённом виде вернулись к нам. Слово «концепция» как раз здесь и ярко вот этот пример, наверное, может подтвердить. «Кон» — это понятно что, да? «Ц» — это это. Ну, а дальше давайте там разбирать. «Птуальность» — что такое, да? «Концептуал». То есть «кон» — это какие-то основы, которые невозможно изменить. Это понимание основ. Да, которые необходимы. По основах мира. Вот-вот-вот. То есть это то, что необходимо в понимании и в исполнении. Вот если этого нет, то тогда движение, развитие и понимание мира невозможно. То есть слово «кон» здесь ключевое. Вот если мы так понимаем, то тогда, в общем-то, это то мировоззрение, которое строится на наших «конах», «поконах» и с этим всем связанных. Наверное, вот более правильно в данном случае было бы. Хорошо. Видишь, как разбираемся по ходу. Из Ютуба… Ну, видишь, не так, а мы плохо обучены порой. Да, да. Мы все учились понемногу, чем-нибудь и как-нибудь. Из Ютуба, Алексей Алексеевич, значит, русские люди из правообладателей своей земли превратились в граждан? Ну, по большому счёту, не только в граждан, но и потеряли сословное развлечение, а вместе с сословным развлечением и уровень понимания практически. Как бы мы себя не величали, как бы мы себя не надували, то я как-то даже не помню, в одном из эфиров, по-моему, я говорю, что нам целую передачу надо посвятить разбору одного простого слова. И слово это называется «смерть». И что такое «смерть»? И почему смерть изначально огорожен практически полностью? Потому что он как бы по своему внутреннему качеству не способен ни созидать, ни качественно взаимодействовать, ни стремиться к Вышнему. То бишь, собственно говоря, это и есть как бы тёмное, грязное, лежащее под ногами. И как бы мы сегодня не надували, то многие из нас пропитались этим очень серьёзно. Очень серьёзно. Вот примерно так. Поэтому огороженность наша, она же не в один день возникла, а возникла она давно. И поэтому как бы право смотреть на небеса и озирать окрест, и говорить, всё, земля моя, всё, род мой, всё, небеса надо мной. Мы уже забыли давно. Алексей? Ты ещё так это скажи, пёс смердячий. Ну, это не я так говорю, это киношное. Просто смерд, он вот таков. Я это, к чему сказал-то? Ты раз предложил уже как-то неоднократно поговорить про смердов, ну, давай рассмотрим в рамках варновости и кастовости на Руси такие представления, как смерд, витязь, вой, князь, кто там ещё, жрец, волх и так далее. Чтобы было понятно вообще, какие термины, что они означают и что это за термин, если говорить по-русски, что это не термин, а что это представление, что это за образ в себе вмещает. И чтобы многим людям стало понятно, на каком же уровне они находятся, что это уровень жития или всё-таки это уже уровень нежити, к примеру. А чем отличается жить от нежити, да? А кто такой нелюдь, а кто такой лють, а кто такой смерть, а кто такой весь и так далее и тому подобное. Но сейчас давай не будем эти все моменты разбирать. Я сразу же чувствую, начал тонуть, тонуть, потому что как бы все эти… Ну ты сам знаешь, что я сторонник всё-таки не широкого поверхностного изложения, а условно узкого, но глубокого. Ну я же граняю слово «смерть». Мы варновость… Давай так, мы с тобой поднимем варновости кастовая система на Руси, как-то вот так вот, да, назовём всю нашу череду передач. И вот там будем рассматривать, что такое в данном случае смерть. Раз то, что ты сказал, слово-то не воробей, оно же мне в ухо-то уже влетело, там же за Чирикова засвербило, так что имей в виду, ты попался. Деваться себе уже нет. Ладно, идём дальше, пляшем от печки. Итак, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Сейчас важны идеи, чтобы стремиться к чему-то высокому. И фанфары пошли. Согласен, без мыслей о космосе никогда бы мы в космос не полетели. Всё начинается с мысли, всё начинается с идеи, с высокого полёта. Согласен. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну вот, но сначала сказку надо увидеть. Да. Узреть, да. Узрим, узрим. Идём дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. А как мы можем знать дворника, если мы сами себя не знаем, не знаем свои мысли? Откуда они эти мысли приходят? К чему они эти мысли могут привести? Вот ещё одна интересная серия прям передач. А где берутся мысли? А что такое мысли? А как они не будут дальше раскрывать? Сейчас как раскрою семинар, как сейчас... Часа на три, коротенько, да? Да, коротенько по утра. А завтра ещё рабочий день. А интересно тем, люди не уснут, потом будут говорить, а я из-за вас негодяев. А я не хочу быть негодяем, я хочу быть годяем. Итак, реплика из Ютуба. Вячеслав Вседобрейший написал. Конечно, это здорово звучит. На это существует в устоявшихся общинах коих мало, а в городах начинаешь разговаривать даже о родноверии. Многие в лучшем случае не знакомы с этим. Вот что жаль. Ну, как-то так интересно написано. Короче, звучит всё здорово, но об этом мало кто знает, вот если так перевести. Металь, кажется. Ну, так мы стараемся с тобой же доносить информацию, да не только с тобой. Ну, стараемся доносить, но, думаю, всё-таки работать надо больше. Трудиться, не покладая рук. 24 часа мало, шобы хотя бы 12. Увеличим, увеличим. И будем как лень в кепке таскать мешки и брёвна на субботнике. Так, дальше. Реплика в эфир. Николай из Ставропольского края пишет, «Я уверен, что развитие нашей великой страны берёт исток из развития себя в своей семье. Люди должны работать и уметь что-то делать полезно и прислушиваться к природе. Далее он может воспитать таких же детей и приучить их к реальной работе или ремеслу. Если человек не готов к этому, не нужно вообще тогда начинать ничего. Значит, его время не пришло». Ну, так это как бы уже всё и вопрос, и ответ, и всё сказано. Да? Хорошо. Да, ну, это реплика же. А реплика всегда подразумевается, что уже есть. и ответ. Реплика в эфире от Виталия и Эстонии. Это просто как бы реплики, почему я зачитываю? Чтобы понять, как его спрятали. Немножко как бы, Алексей, чуть-чуть реплика прозвучала, там, не в плане, не в пику, ни в коем случае. Ну, соответственно, да, ты можешь передать, как правило, своим детям только то, что ты сам понимаешь. Потому что, как сказать, если ты передаёшь какие-то... Ну и вся система, собственно говоря, школьная и там с самого раннего возраста, она построена таким образом, чтобы у человека ни в коем случае не возникло, не возник достаточный уровень целостного миропонимания. Все знания, потому что, если, как сказано в древности, была одна наука единая, и в неё все науки и научники входили, вот, потом разбили это знание, потом все эти науки ещё разбили на кусочки, и вот подают эти кусочки, а никто не говорит, откуда всё выросло и откуда всё возникло. Так, Алексей. Так, ну что, реплика твоя ясна, идём дальше, идём дальше. Так, Виталий пишет из Эстонии, община, это семья в первую очередь, а потом уже всё остальное. Ты не против такого? Я против такого. Ты против такого? Поясняй. Я против такого. Ну-ка давай. Конкретно. Значит, ну просто я неоднократно слышал, подобное утверждение, и как бы люди по-своему правы, да, потому что уровень их понимания, пусть они, конечно, не обижаются, если сочтут свои слова для меня оскорбительно, но их уровень их понимания, уровень их ответственности не выходит за пределы их семьи. И ничего страшного в этом нет, но как бы они, к сожалению, не способны понять одну простую вещь, что семья как таковая одна, даже если она достаточно многочисленная, не род это ещё, она не в состоянии ни хранить традицию, ни не обеспечить своё выживание полноценно сама по себе. Она всегда будет очень сильно зависеть от системы. И всегда такая семья, если она даже пытается жить следуя родовому обычаю или ещё что-то, она всегда входит в противоречии системы, потому что система забирает из этой семьи детей, вкладывает в них своё там незнание, допустим, искажение миропонимания. И вот это искажение дети приносят потом домой, и этому искажению следует большинство людей вокруг. И нет практически у вас очень немного шансов, что вам удастся сохранить в течение трёх поколений одну правду, единый уряд, если вы только лишь одна семья. Вы будете разрушены внешним миром. Вот и всё. Поэтому семья хорошо, но семья не держит поляны. Вот какое правило. Ты знаешь, я отчасти с тобой соглашусь. Дело с одной... Здесь надо рассматривать, наверное, с разных сторон. Это что? А сейчас я отвечу. Дело в том, что надо рассматривать с нескольких сторон всегда. Если мы говорим просто про общность, например, общий кров, общая еда, общие какие-то условия проживания, то да, семья является общиной, потому что есть несколько человек, которые так или иначе между собой общаются, что-то создают. С этой точки зрения, да, община. Но община в понятии человека русского и славянских родов, это нечто более высокое. Это вот если представим себе общину, да, в таком нормальном понимании, а не просто маленькую семью, живущую на хуторе, то община это где есть не просто подчинённые папе с мамой или дедушке с бабушкой лица, а есть ещё равные по своей значимости хозяева, по своему значению хозяева, которые могут быть назначены на какие-то должности внутри этой общины, и которым эта община будет подчиняться. Вот если вот этого копного устоя, про который мы сегодня говорим нет, то это полноценной общиной быть не может. В семье представьте себе, ну невозможно, если папа с мамой здоровые люди с точки зрения физики, с точки зрения ума, невозможно, например, кого-то из детей взять и назначить каким-то копеном, который будет управлять этой семьёй, потому что они всё равно в подчинении папы с мамой и бабушки и дедушки будут. А вот уже среди разных семей можно такое сделать. И вот тогда получается община с системой управления, где не папа с мамой управляют, а управляют достойные, из достойнейших по тем критериям, которые ты озвучил, и, может быть, даже ещё не все, а основные только озвучил. Вот это необходимо понимать. Поэтому, если мы говорим просто про общность, это да, это маленькое, может быть, представление, какая-то модель, какой-то общины, но неполноценной. А вот если мы говорим про общину в полном смысле слова, то там есть система управления, система взаимосвязи, система подчинения, даже система наказания в случае, если это необходимо. Не то, что тебе розгоним будет, а слово «каз», «каз», есть те, которые говорят, есть которые «каз» устраивают, то есть показывают, указывают и так далее. Вот это всё надо понимать. Поэтому, с одной стороны, я согласен, что какие-то принципы общинности обязательно, если люди же общаются в семье, но как-то вот я с тобой здесь соглашусь, что всё-таки община это нечто большее, где есть свои устои, о которых мы сегодня говорим. И один из главных устоев это копное право. Идём дальше. Вопрос в эфир от Тианы. Как мы можем вырваться из системы перейти к жизни осознанной, Сурияр, опираясь не только лишь на теорию? У вас уже есть план именно действия к переходу к жизни осознанной и общиной, где каждый будет на своём месте? Итак, мистер Фикс, у вас есть план, как перейти? Ого, у нас этого плана сколько хочешь. Давайте лис. И такой план. Как перейти? Смысл примерно такой. На сегодняшний день мы там, ну вот, словно, Псковская наша группа, они уже взяли землю, они потихоньку, как вот учатся между собой договариваться, и там в течение трёх-пяти лет они хотят перебраться полноценно на землю, потому что на неё неусловно не то, что сели сегодня на велосипеды и поехали, и завтра возникло светлое будущее. Люди как бы вполне себе справны, как хозяева, и, соответственно, ко всему подходят ответственно и не торопясь. Точно так же вот сейчас московская группа сейчас занимается тем, чтобы обрести свою землю. Я на будущее всем бы дал совет, все, которые будут организовать общины, это потому, что нам надо обретать не то, что вот огромная страна, земля, она наша была, есть и будет, но условно малую родину. Вот если у вас есть содружество, которое постепенно образцает какими-то корнями взаимодействия, какими-то ветвями, которые становятся всё более единым, потому что вот этот момент свои, свои, это возникает единое родовое древо, единая великая сила. желательно, и я даже скажу не то, что желательно, необходимо иметь ту землю, ту землю, где вы можете собираться, где вы можете быть полностью на своей земле, полностью своих правил. Потому что даже в городе, в любом другом месте вы взаимодействуете, ну вот если родовая держава у нас, с другими родами, а каждый род немножко там условно общий уряд в своём ключе толкует немножко по-иному. Поэтому они тоже бы свои, но немного по-другому. Поэтому ищите, созидайте такое место, и это будет правильно. Тогда у вас и условно будет это и учебный центр, и будет то место, где душа ваша, где дух вашего рода будет созидаться, коваться и сохраняться. И там святыня вашего рода должна храниться. То вот, о чём мы говорим постоянно. Алексей? Понятно. Из Ютуба вопрос от Степана Степановича. Земля и община это хорошо и правильно, но как вы планируете решать вопрос с индустриализацией, с трудоёмким, наукоёмким, производством, машиностроением и так далее? Как ты собираешься решать эти вопросы? А как их надо решать, Алексей? Ну как, взял и индустриализировал всё заново, взял и построил, машиностроение? Ну если все, я просто продолжу, Степан Степанович, если все ломанутся на землю, а кто на заводах-то будет пахать, кто у нас будет гудок паровозный давать? Вот, хорошо. Можно? Отвечу. Давай. Отвечаю. Смысл такой, что да, вот есть понятие, там первый технологический уклад, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Вот, первый, это собирательство, второй, как сказать, земледелие, выращивание, иди сюда, третий, там, первичные ремёсла, четвёртый, промышленное производство, ну и так дальше, да там, вот. Почему-то у всех есть определённая идея, что если поехал на Землю, то ты должен обязательно в лучшем случае до второго технологического уклада, то бишь, до земледелия подняться. Почему? Почему? У тебя огромный внешний мир вокруг. Ты, как любой род, он должен блюсти не только каждое общение, каждый родович свою выгоду, но и род должен блюсти свою выгоду. Почему я говорю? Род должен сначала озаботиться и решить вопрос выживания. Вот, и, соответственно, если у тебя есть возможность быть в третьем, четвёртом или даже в пятом там, в конструкторских делах, вот, как там, где это, Google, по-моему, у них целая деревня, где они живут, собственно говоря, тоже по-своему они реализовали эту творческую. У них там седьмой, восьмой уровень технологического уклада, потому что там исследовательская работа идёт постоянно. нам же никто не мешает эта вся ошибка основная, там, и анастасийцев, и тех, кто стремится на землю, что они думают, что только выращиванием картошки они будут живы. Ни в коем случае не надо только этим себя ограничивать, потому что время изменилось, и не надо возвращаться на землю, чтобы выращивать картошку, потому что наши предки картошку тоже не выращивали, как мы знаем. А жили вообще хорошо, так сказать, питались репой, были бодры, веселые, и зубы крепкие были у них. Поэтому в этом вопрос. А то, что индустриализация, никто ещё не сказал, насколько это хорошо или плохо, потому что если индустриализация позволила посреднику в виде банка и прочих условно говоря социальных структур сделать вас полновесного раба, то зачем вам такая индустриализация? Потому что мы смотрим на начало жизни XX века на Руси, собственно говоря, он не шибко отличается по качеству от нынешнего и по количеству работы, и по количеству, потому что собственно говоря, сейчас большинство людей работает за еду, одежду и крышу над головой. В чём разница между началом XX или концом XIX века? Вот и вся индустриализация. Зубифас, она не коснулась, она не освободила вас, а поработила. Поэтому надо понимать, что такое индустриализация, с чем её едят и зачем она нам нужна. Потому что самый ценный ресурс, который у нас есть, это время. Это время. Если вы работаете и у вас есть возможность освободить ваше время, значит вам на пользу эта индустриализация. Если вы работаете всё больше, даже если у вас условно на счетах появляются какие-то деньги, это не более чем цифирки о чём-то. Самое ценное это время. Если времени не возникает, когда вы можете развиваться, заниматься собой, посвящать это время воспитанию детей, смотреть на то, как они растут, возделывать сад, любоваться небом или текущей рекой или какой-то ещё творческий процесс запускать. Если у вас этого нет, значит, никакая индустриализация вам не в пользу. Или, как сказал один из писателей-философов, Ницше, если вы не можете освободить для себя хотя бы половину своего времени, значит, вы причислены к рабам. Вот простая вам формула. Ну, я скажу, ну, хотя бы четверть. Если вы освободите, значит, вы уже великое достижение для себя сделали и для своих детей, и для своего рода в том числе. Алексей? Я с тобой абсолютно согласен с тем, что не все технологии служат человеку для его высвобождения, как творческого потенциала и творческих начал. А многие технологии созданы лишь для того, чтобы показать человеку, как это всё может быть здорово, но чтобы человека поработить. Вот если мы выкинем те технологии, которые разрушают человека, которые разрушают этот мир, и заменим их теми технологиями, которые позволяют человеку быть свободным творцом, быть Богом на земле или хотя бы жить по божественным конам и началам, то в этом случае всё будет хорошо. Уверяю вас, технологии такие есть. Вопрос только в другом. Способны ли вы, как человек мыслящий, осознать это? Способны ли вы их начать применять? Способны ли вы, как хозяин, сделать так, чтобы эти технологии внедрились в жизнь? И тогда многие индустриальные моменты будут абсолютно нам не нужны. Мы просто заменим многое другими технологиями, которые облегчат нашу жизнь и упростят нашу жизнь, высвободят множество времени, и тогда мы можем посвящать эту жизнь на развитие, на созидание, на общение с людьми, а не бегать, как загнанные белки в колесо, для того, чтобы просто крутилось это колесо, и мы делали вид, что мы что-то делаем. Вот это очень важно. Идём дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Сурьер. Есть ли перспектива, предпосылка укопного права или, возможно, других вариантов народа власти наших предков стать основным законом нашей страны? Уже ведь многим людям понятно, что Русь в оккупации и права народа урезаются преступными законами, которые идут в разрез с Конституцией, да и её непосредственный гарант не вполне контролирует ситуацию в стране. Благодарю. Вот такие чуть ли порой нереволюционные вопросы. Да, вопрос хороший на самом деле. Но смысл тут немножко в другом. Сейчас поясню. не помню, то ли Конфуций, то ли Лао Цзи, поправьте, кто-то, может быть, лучше помнит, сказал, чем больше в государстве законов множится, тем больше в нём разбойников и воров. Ну и, собственно говоря, это правда. Потому что законы — это там, где кон люди не видят и не могут понять его движение. Они туда втыкают законы. То, что за коном их восприятие. вот, соответственно, то, что копное право, ну, понимаете, вот, как сказать, если мы посмотрим немного отвлечённо на систему управления нашей страны, то мы увидим, что есть небольшая группа людей, которые управляют страной полностью в закрытом режиме, то бишь никто из там даже достаточно высоко стоящих на ступеньках социальных лестниц людей, там, включая и аллигаторов, не понимает, что происходит и не знает, что будет дальше. Соответственно, при малейшем, как сказать, изменении какой-либо конъюнктуры, перестанет хватать хлеба или соли, вот что-нибудь такое, что там, как было в 17-м году прошлого столетия, может случиться достаточно серьёзный катаклизм, а скелет или основная ось структура, которая держит общество, у нас отсутствует как факт. А вопрос такой, снизу до самого верха должна быть единая ось, единая естественная вертикаль. природная. Не та вертикаль, которая у нас якобы построена, а на самом деле условно все губернаторы точно так же прямые пешки исполнители, не имеющие ни прав, никаких обязанностей по большому счёту по отношению к той территории, где они якобы руководят. Да, там есть достаточно большой уровень полномочий. Если почитать законы, так там удивишься, уровень управления губернатора это такой неплохой удельный себе князёк. Но смысл такой, что в любой момент может император прислать ему шнурок, как было в Китае. если кто-то как сказано утратил доверие императора, вот тебе шнурок собственно говоря отправляйся к предкам естественным образом как можно быстрее. Или пинок в зад прилететь такой. Да, да, да. И поэтому вопрос такой, что продолжаться это вечно не может и не будет. Подобные как бы пертурбации трансформации проходили многие страны. в конце концов всё-таки власть Вышняя должна будет пойти на то, что достаточно большой уровень власти надо отдать будет на места. Не в губернии, а именно на места. Чтобы люди сами за себя взяли ответственность и освободили власть от излишних обязанностей. На сегодня же день власть уже готова отказаться от этих обязанностей. Так вот, наша задача донести до самого верха мысль, что хорошо бы сделать так, чтобы внизу появилась возможность и право и обязанность и наверху осталась стабильность. Тогда наша страна, наше общество обретёт равновесность и тогда никакой внешний враг не опрокинет нашу страну лёгким щелчком. Потому что вот сейчас у нас условно есть достаточно большой уровень доверия у многих людей к тому человеку, который сидит на самом большом стуле. Но это, как мы помним, подобное доверие у нас было в своё время и к генсекам и Хрущёву, и Горбачёву. Но куда привело страну это доверие, мы знаем. и не потому, что, как сказать, нынешний правитель плох или хорош. Он во многом хорош, но мы не знаем, куда он движет страну. И нет тех людей, которых вот из этих 150 человек или из тысячи человек, там, условно, один из шести родов, который знает и говорит, да, мы встречались, и как бы план хороший, мы ему следуем. Мы говорим, да, тогда у нас есть уверенность завтрашнего дня, потому что если мы завтра проснёмся и скажут, что наш правитель или почил, или исчез, или что-то ещё случилось, мы окажемся опять в непонятной ситуации. И как бы эти кланы наверху, которые в закрытом режиме между собой грызутся, опять окажутся сами подвисшими, а мы ещё в большей степени, потому что ни у кого из большинства людей нет каких-нибудь там условно за границей подушек финансовых и прочих там инструментов, чтобы сбежать, потому что у нас страна одна, мы в ней живём и продолжим в ней жить, поэтому нам надо учиться. Вот, поэтому мы и сейчас учимся копе, потому что время управления по местного, оно пришло, и каждый его должен вырасти немножко, выдавить из себя по капле смерда и стать хотя бы весей, то бишь отвечающим за свой род, за свою семью. Я не говорю за всю землю, это как бы уровень уже более высокого уровня понимания ответственности. Алексей? Да, по каплю надо себя выдавливать раба, лучше всего струйкой, струйкой так раз и совводиться. Надавел и всё. Да, рабы не мын, да. Ясно, ясно, здесь вопросы приходят, почему там мой вопрос пропустили. Я не, сегодня не забираю вопросы с чата, мне их присылают наш админский чат, поэтому если вдруг пропустили, возмущаться в мою сторону смысла нет, и зачитываю все вопросы и реплики. Ещё раз повтори свой вопрос и я думаю, что он появится у нас в чате. Так, ладненько, революционер ты наш. Я от себя тоже немножко добавлю, когда мы говорим про законы... Кто революционер? Да ладно, ладно. Я не революционер. Хорошо. Николай Васильевич. Хорошо. Я просто поддержу тебя, что чем больше законов, тем сложнее жить. Почему? Потому что очень часто какой-то закон начинает противоречить другому, а для нечистых ребят с лохматыми, мохнатыми лапками это очень здорово. То есть закон как дышло, куда повернул, туда оно и вышло. Ты можешь опираться на этот закон, получить прибыль, опираясь на другой закон, прибыль кого-то лишить. Хотя этот закон об одном и том же, и казалось бы, по одному должно быть так, а другой противоречит. Поэтому вот если, к примеру, человек плюёт, идёт плюёт, можно, конечно, выпускать закон о том, что за каждый плюет штрафовать на 100 рублей, за каждые два плюя на 100 долларов, за каждый на 300 гривен, условно. Кто-то сломал веточку, за ломку веточки берёзы столько штраф, за ломку веточки осины такой штраф, ну и так далее. Можно опуститься вот до такого уровня, когда на каждый чип будет придуман свой закон. Но это говорит о чём? Это говорит о том, что люди просто потеряли понимание, что такое совесть, ощущение совести, значение совести, давление, в конце концов, совести. Они не имеют понятия, что это такое. Потеряли стыд, потеряли представление о нравственности, о многом другом. И если бы все жили по простым элементарным правилам, которые с детства вкладывались бы в каждого из жителей наших держав, например, жить по совести в ладу с природой, с оточтить богов и предков своих. К примеру, самый простой. Ну вот тебе это вкладывают и показывают своим примером. Вкладывают и показывают своим примером. Но никому бы в голову не пришло плевать просто так на мать-землю. Никто бы не ходил по лесу, не ломал ветки. Никто бы не ходил, не воровал у кого-то. Это просто было бы что-то из рамок исходящее. Поэтому, если вы заботитесь о том, чтобы наша страна и вообще наши страны были счастливыми, позаботьтесь о том, чтобы с измольства, с молоком матери впитывались понятия и представления о совести, о том, как надо жить на земле, кто мы такие, чьи мы наследники, что мы должны передать и так далее и тому подобное. И всё тогда будет очень хорошо и совсем по-другому. И тогда пойдёт это большое количество бездельников, которые занимаются чем угодно, кроме дела, которые придумывают что-то постоянно, какой палочкой можно где-то ковыряться, какой нельзя, какой длины эта палочка должна и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы, если правильно существовать, просто выйдем из этого бреда и станем полноценными нормальными человеками. Вот как-то так. Так, ну что, идём дальше или что-то ещё хочешь дополнить? Да нет, вроде всё. Вроде как всё верно. Угу. Вопрос... Благодарю. Вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Сурьяр, как быть городским жителем, которые хотят жить по кону, по совести? Ещё говорят, закон придуман для ворогов, ворогов, видимо так, ворогов для пришлых. Ну, по-своему да, потому что, как в священных правилах написано, храни прежде всего веру свою, род свой, покон свой. Ежели есть рядом с тобой роды, которые не в едином поконе с тобой, либо сам удались от них, либо, если силы есть, удали их от себя, ибо через них придёт в роды твои скверно. и через это мы должны понимать, что покон — это великая святыня, потому что она опирается на искон, а искон — это единая вышняя правда, на которой стоит всемирье. И если мы уклоняемся от него, мы исчезаем, потому что мы по-другому быть не можем. Как жить в городах? Ну, надо учиться потихоньку жить в городах. Я же говорю, что вот желательно по возможности в какой-то там дальней или ближней перспективе с теми людьми, с которыми вы строите свою жизнь, выбирайте то место, которое станет вашей родовой землёй, потому что всё идёт к этому. Потому что в горах нет жизни, в городах больших, а есть вымирание. Если вы посмотрите там по многим родам, которые приехали, просто в большом городе не видно смерти, как видно её, допустим, в городе маленьком, когда там на какой-то машине везут гроб условно с телом. И там какой-то люди, тогда люди знают, что там. А в большом городе люди исчезают, и никто не видел, где они жили и когда умерли. Потому что большой город, он и есть тот, где человек исчезает. Вот. И поэтому из больших города они вытянули сейчас живу из наших деревень. Наши земли пусты стоят. И вопрос времени очень недалёкого, что если мы не изменим своё отношение к своей земле, не станем её опять обрабатывать и украшать, наполнять её своей доброй силой, то, в общем-то, ничего хорошего ни с нами, ни с нашими потомками не случится. Алексей? Я вот думаю, наверное, здесь надо рассуждать так. Если человек занимается полезным чем-то не только для себя любимого, не только для своей земли, вот такой смердовский подход, который очень близок к низшим мирам, когда всё мне, всё мне. Нет, смерд, он не занимается ничем, ни своей землёй. он ищет способ украсть. Я сейчас закончу, сейчас закончу. Хорошо, дополняешь всё, но я закончу. Вот ещё вот эти все низменные, если все вот эти низменные, демонические ощущения, что всё-всё мне, мне, демоны чем занимаются, всё мне, всегда мне, любым способом, любым путём. Я вот, всё упрощается, я вот обязан накормить своего ребёнка, да, и вот я ради этого другого убью, обворую, украду, буду заниматься чем угодно, наркотики буду там продавать, ну а как я кормить семью буду, да, вот слушаешь так иногда, поймают какую-нибудь там дурочку, которая наркотики продавала, она говорит, ну я же должна кормить семью свою, ну ты же губишь других, ну а как я тогда буду своего ребёнка кормить, то есть у них вот непонятнее. Смертные подходы. То есть работа такая упрощённая, лишь бы только что было, вот именно работа, да, без понимания ответственности, без понимания мира и так далее, вот, и если вы не занимаетесь вот этим, если вы не живёте этим в городе, если вы созерцаете что-либо и по созерцанию понимаете, что ваш труд приносит пользу державе, то в этом случае скорее всего пока ещё ваше место в городе, но если вы видите, что вы занимаетесь вот этим, когда вы просто отсиживаете место и с пустого в порожнее что-то переливаете, занимаетесь какой-то ерундовиной, там пустыми цифрками и так далее, то есть поддерживаете ту разрушительную систему, которая всех закабалила, которая свела нашу природу на уровень исчезновения и уничтожения, то в этом случае вам пришло время задумываться, а нужно ли этим продолжать заниматься. То есть сейчас перед вами стоит возможность остаться на уровне смерда или нежитя, или всё-таки подняться над этими страхами, потерять возможность заработка, возможность прокормления, довериться божественному, довериться высшему представлению, понятию, довериться самому себе и всё-таки начать заниматься чем-то хорошим или в том же городе или где-то уже в другом месте. Я никого, ни к чему не призываю, я просто предлагаю об этом задуматься. Иначе вы так и будете отравлены цивилизацией, иначе вы будете эту цивилизацию отравленную поддерживать, иначе вы будете своих детей, близких, знакомых к этому тоже подбивать своим примером. Дурной пример заразителен. Идём дальше. Осознайте смерда в себе и вытравите его дустом, чем угодно. Да, дихлофосом дустом. Иголкой его, иголкой. Ну уж больно будет. Зато ощутимо и доступно и доходчиво. Реплика в эфир от Николая… Да, что характерно, лервы некоторые боятся ножа, это точно. Ух ты! Реплика в эфир от Николая из Ставропольского края. Реальная программа должна строиться на реальных людях, которые могут что-то сами делать, будь то земля или ремесло. Поймите, сейчас это в наших силах. И начинать нужно не с копы, а сообщения этих людей, которые реально могут приносить пользу не просто разговорам, а реальным трудом, который отображается в продукте. А затем мы можем обмениваться этими продуктами друг с другом. Вот такая… Молодец! Под каждым словом подпишусь, и сегодня почему у нас… Мы говорили вроде о копе, а видишь, вышла беседа, то почему копа сегодня не работает? Потому что люди не научились друг с другом взаимодействовать. Нет достаточно уровня доверия и понимания, куда идти и что делать. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Вырваться из системы можно, но очень трудно. А что дальше? Люди будут всё равно стремиться к системе. Разрушать старую систему можно только в случае того, когда новая уже построена и старая нет смысла. Поэтому если человек хочет жить на земле, нужно приучить его к земледелию, но при этом не запрещать им приносить какие-либо технологии. Мы же живём в 21 веке по современному календарю. Вы куда нас ведёте? 18-19 век многих может не устраивать. Точка. Ну, человек, наверное, выпал немножко из эфира, когда мы этот вопрос обсуждали буквально в недавнее время, имею в виду, сегодня. Неделю назад, а сегодня, да. Да-да-да, сегодня, что мы как раз говорим, что не надо идти не в 9 век, не в 15, не в 18, надо понять, 21 век, и, собственно говоря, то, что те технологии, которые мы использовать можем для блага не только своего рода, но и всех наших родов для блага и пользы, мы можем использовать. И ни в коем случае я не говорю, что если вы поехали на Землю, это не значит, что единственное ваше занятие это выращивание картошки. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Я объяснял, я не зря перечислил там 6 технологических укладов, 5, по крайней мере, точно, какие все должны быть задействованы. Но это зависит от людей, понимающих, сведающих и ведающих, которые вот эти более высокие уровни технологических укладов могут строить в жизни общины полноценно и правильно. Так, дальше ещё одна реплика от Виталия из Эстонии. Мы все хотим жить на Земле, объединить не можем лишь потому, что у всех на своём мнении каждый считает, что его мнение единственное правильное или как минимум не чуть не хуже другого. Так об этом тоже мы говорили неоднократно. Если каждый считает, что он умнее других и при этом презирает точку зрения другого, он переходит на демонический путь развития, где он убырь, главный самый, а все остальные не пойми кто. Реплика в эфир от Виталия. Мы все хотим, так это понятно. Повтор, реплика в эфир от Виталия. Конкуренция отравила мозги многих людей. Ну, а как ты думал? Конечно, Виталий, так оно и есть. Конкуренция. Вот, давай сейчас немножко про конкуренцию расскажем. А что ты думаешь, Сурьяр, по поводу того, что вот сейчас очень много, как я вот несколько лет назад еще сказал, что вот увидите, в скорое время славянская тема станет очень популярна. И появятся предприниматели, которые на основе славянской тематики будут просто рубить бабло. Вот как воду, то, что называется, смотрел. Очень много сейчас появляется славянских магазинов, славянских каких-то средств массовой информации, славянских каких-то направлений, чего-нибудь еще. но везде под этим скрывается какой-то принцип заработка, вот заработать на этом, именно заработать. Не сделать державу, а заработать, срубить денег, срубить бабла. Такой бизнесмены просто так ощутили, что что-то идет в этом мире, что-то меняется, и на себя надели вышиванки, грубо говоря, так условно, да, и теперь они себя называют славянами, просто рубят деньги. Ну, что ты скажешь, конкуренция, когда появляется, и вот эти вот принципы ведения конкурентной войны, это в славянском мире вообще допустимо, недопустимо, и что это такое? Ну, мы как бы неоднократно это разбирали, с одной стороны, этот вопрос, но он не имеет такого однозначного решения, просто я всегда говорю, если вы научились различать корысть и выгоду, то, в принципе, вы уже будете понимать, что как бы есть конкуренция, но вопрос какой, что как бы мы не должны терять жизненный тонус, поэтому вот этот элемент, почему у нас мы вот, допустим, перед каждым обрядом обязательно проводим как силу верения, ну, то бишь, как стенка на стенку мужи встали, и там, в общем, лёгкий бой, не до воли какой, но вот как бы первичный тонус, чтобы мужи в себе проявляли, вот, поэтому элемент соревновательности, он присущ человеку, и как бы вопрос, где рамки, и где границы этого, потому что кто там у нас Мордехай Леви, он же Маркс как-то сказал, нет того преступления, на которое не пойдёт капитал там за 300% прибыли, вот и всё, и соответственно, как бы конкуренция подразумевает, что человек прибыль ставит на первое место, это называется корысть, то бишь, его желание получать, он ставит выше всего остального, вот что такое корысть, содрать кору, живу. И соответственно, когда над людьми торговыми, над людьми там предпринимающими нет тех, кто держит весть и правду, они рано или поздно в это валиваются, ну вот просто по своей как бы сословной составляющей, потому что если они правды не ведают, и нет тех, кто правду может доносить, они вот во главу угла ставят прибыль. Поэтому тут не вопрос конкуренции, а вопрос то, что вы ставите во главу угла. И в этом наша задача. Почему я тут сегодня много-много говорил, но в конце концов всё у нас упирается в то, что среди нас должны проявиться те, которые будут нести весть о правде праведнике высшего уровня. Они станут теми, как светочи, которые роды наши будут собирать, потому что слово среди нас есть, осталось появиться тем, кто это слово в себе проявит и, собственно говоря, роды наши направит. А те, кто примут, те и будут в правде жить, а остальные будут умничать. Да, от себя тоже добавлю. Часто спрашиваю, как определить, например, бизнесмен, который на себя любимого работает под видом славянства или русскости или чего-то ещё. Бизнесмены они часто на себя называют. Я с лёгким удивлением взираю всегда на них. Это бизнесмены. Удивление только тогда закончится, когда ты поймёшь, что они могут при помощи конкурентных способов ведения так называемой бизнес-борьбы уничтожить тех, кто задержав урадеют, и при этом продвигаться и зарабатывать деньги. Вот необходимо понимать, чем в данном случае в славянстве и в русскости страшна вот эта конкурентная затеваемая борьба, которую предпринимает бизнесмены. У нас четвёртый пункт суждения и наставления ведающих. Вот то, что правда. Значит, если есть потому, что когда есть люди, которые не заняты вот этой коммерциализацией бесконечной, им не надо зарабатывать деньги просто, у нас как бы сложно ведающим появиться, что коши наши пусты. Люди не способны коши собирать и определять ведающих. Ну, их и ведающих там словно на пальцах двух рук все помещаются. и то, страна их прокормить особо пока не может. Потому что смерду это не надо. Это надо тому, кто, как сказать, заботится о том, чтобы кто-то помог ему дух свой справить. Закончу, а мысль свою. Да-да-да, извините. Дело в том, что вот, когда меня спрашивают, а как определить, это бизнесмен в славянстве, как это волк в овечьей шкуре, или все-таки это державник, тот, который радеет за Русь, за державу, за славянский мир и за то, чтобы все было по праве. Я говорю, очень просто. Посмотреть, какими действиями он себя проявляет. То есть, если он проявляет себя теми принципами борьбы, конкурентности, которые в цивилизованном мире принято, значит, перед вами волк в овечьей шкуре. Это вливание денег в то, чтобы занять чье-то место. Это вливание денег в пиар-компании, где уже представлены те же самые, к примеру, слова, слоганы, там, не знаю, схожесть какая-то с другими, которые уже существуют. Это направлено на то, чтобы к себе просто-напросто людей завлечь, привлечь, другие какие-то проекты уже существующие в сторону отодвинуть. То есть, если вы понимаете, если вы видите, что человек или какая-то компания, или кто-то ещё, называя себя славянином или кем-то ещё, использует вот эти методы конкурентной борьбы, это говорит о том, что перед вами бизнесмен, потому что тот, кто не занимается бизнесом, он никогда конкуренцией не будет страдать, для него конкурентов нет. Например, для нашего народно-славянского радио нет конкурентов, мы никого конкурентами не считаем. Почему? Потому что мы бизнес не делаем. Мы никогда не будем кого-то охаивать, не будем подчинять слова, подстраиваться, чьи-то марки на себя натягивать, ещё что-то. Мы просто делаем то, что необходимо державе. Вот что необходимо, то мы и делаем. Вот это вот первый показатель. Мы ни с кем не воюем, никого, никуда не убираем с нашей дороги и денег не зарабатываем, потому что народное славянское радио строится на том, что народ поддержит, потому оно и народное. Ещё один такой тоже вариант бизнесменов, очень интересная хватка, это когда он дает что-то распробовать, ну, эти в супермаркете идёте в каком-то, а там стоят такие девочки или мальчики, одетые в форму какую-то, и говорят, вот попробуйте сыр, попробуйте колбаску, попробуйте творог, сметану, ну, что-то ещё. А потом вы распробовали вкус и идёте, покупаете эту марку. Ну, вот это всё то же самое, неважно, это в средствах массоинформации, там, в производстве котлет или, там, в производстве самолётов и ещё так далее. Сначала подсадить на что-то, а потом просто-напросто вести какие-то ограничения. Ну, например, вам-то дали бесплатно попробовать, а на самом деле этот продукт очень дорогой. Почему? Ну, потому что в него заложена и реклама, в него заложено много чего другого, в том числе интересы бизнеса. Вот, поэтому может такое быть, и это не исключаю, что будут появляться славянские проекты, которые сначала будут вас туда зазывать, что-то говорить, всё это будет сначала на бесплатной основе, а после этого просто вам будет предложено, ну, например, там, или какую-то абонентскую плату платить, или какие-то условия, там, вы должны что-то сделать. Ну, да мало ли что. Вот это один из показателей бизнеса. Никогда те, кто не занимается конкуренцией, а работают на общину, работают на державу, не будут этим заниматься. То есть доить своих общинников, доить свою державу, люди такого уклада жизни не будут. Вот это показатель конкуренции, неконкуренции. Если есть конкуренция, значит, это бизнес. Если есть бизнес, значит, это поддержка той системы, которая существует. Если это поддержка системы, которая существует, значит, это демонический путь развития, совершенствования в их смысле слова. И это известно, к чему приводит. Мы сейчас живём в демоническом мире. Если мы хотим его поддерживать, тогда, да, давайте пользоваться, вернее, допускать и поддерживать те системы, которые в этом демоническом мире существуют. Но вот как-то так. Вот я ответил коротко на вопрос, как отличить тех, которые в славянстве сейчас себя ведут как настоящие бизнесмены. Итак, вопрос эфир от Игоря из Ярославля. Как осуществить наиболее эффективную правовую поддержку этого светлого начинания? Основным препятствием для вовлечения энтузиастов в копу является страх оказаться осуждённым по статье экстремизм. Благодарю. Честно говоря, немножко не понял, как копа и экстремизм между собой связаны. Может, у тебя какие-то примеры есть? Ну, тут не вопрос копы, а вопрос условно вообще славянского русского обычая, что он во многом оказался маргинализирован, притом маргинализирован самой властью. Потому что большинство людей, которые придерживаются или как бы стараются находиться в родовом обычае, они что, любят свои семьи, любят свою землю? Они хотят жить на своей земле, не хотят никуда уезжать, не хотят созидать на своей земле, и хотят, чтобы у них была возможность воспитать детей в обычае, чтобы у них была возможность передать детям не только как бы духовные, но и какие-то материальные, как я говорю, землю и всё прочее. Поэтому вот даже вот эти, безусловно, тут же вопрос какой, почему, я говорю, количество законов, оно разбойников и воров плодит. Потому что тут в той или иной степени мы сталкиваемся с тем, что у человека есть исконные, неотъемлемые права, и вот, и так как они попраны во многом, мы говорим, ну, хорошо бы хотя бы немного. И когда ты немного пытаешься заявить о своих безусловных правах, тебя, естественно, могут записать в экстремисты, потому что система до сей поры была устроена вот именно так, максимальным подавлением и отрезанием связи с Духом, с небесами. Вот сейчас потихоньку ситуация меняется, поэтому тут вопрос просто как? Жить на своей земле, следовать правде. Вот и всё. Вся наша вот идея на самом деле заключается в этом. А для людей внешних там, говорим, да у нас всего две заповеди, условно говоря, не лги да не воруй. Вот и всё. И всё у нас строится. И как бы, если ты отказываешься воровать, тебя тоже могут записать в экстремисты. Ну что делать? Не как все. Вариантов. Вариантов у нас нет, потому что либо мы сохранимся и будем следовать своей правде, а через то умножимся и усилимся. Либо мы откажемся от своей правды, а условно, как показывает исследование, даже зубы у людей выпадают, потому что они отказались от своей правды. И тут вариантов у нас как бы ни на какие. А между собой люди должны договариваться. и на самом деле власть, там как-то, я же говорю, как-то задал один из Радовичей, да вот там типа власть там нам мешает. Я говорю, да не, власть дала вам сколько угодно возможностей для взаимодействия. Вы же ничего не можете реализовать между собой, потому что не можете договориться. Власть вам дала возможность. Живите, делайте, умножайтесь. и никто у вас ни в какие экстремисты. Когда ты полезешь у кого-то что-то отнимать, конечно, тебя запишут или в уголовник, или экстремисты. Договорись с людьми, сам с собой для начала, что ты готов, вот что, для себя, я готов свою долю в будущее своего рода на общее отнести, потому что только сообща мы построим своё будущее. Вот и вся идея. Вот и вся идея человека обычного, идущего по земле. Я готов в свою долю в будущее своего рода внести. Только тогда начинается что-то строиться. А если коши ваши пусты, ваших малых общин, ваших семей, это самое, как сейчас много семей уже встречал, где бюджет отдельный у жены и у мужа. У каждого своя кошёлка, там что-то скидывается, а потом опять всё по своим разгребают. Это не семья. И не будет у них ни детей, ничего. И по разводе каждый постарается дёрнуть по максимуму друг у друга. Вот и всё. Поэтому определитесь, в каком вы обычае и куда вы идёте. Что-то страшное, какие-то примеры приводишь на ночь глядя? Ну, очень-то много-много видел. Это просто меня это, естественно, корёжит и изумляет. Но оно есть. Очень много таких семей, к сожалению, сейчас уже. Так, ясно. Я хочу от себя добавить. Здесь в этом вопросе по поводу правовой поддержки звучит, я так два подвопроса так вижу. Первый – это правовая поддержка с точки зрения, что можно делать. И второй вопрос – что не надо делать, чтобы не осудили. Вот что не надо делать, чтобы не осудили. Здесь всё очень просто. Ни на кого не наезжайте, никому ничего не доказывайте. Никого никак не обзывайте, ни к чему не призывайте. Живите той жизнью, которой вы считаете нужно, чтобы жить по совести ладу с природой, никого не обижая и так далее. Это первое. Самое простое, доступное. А второе, мне сейчас видится следующее. Документы все выложены по тому, что можно и что нужно делать. Вот достаточно вам только взять самому чуть-чуть полезть в интернет, там, грубо говоря, или сходить на приём к юристу, если вы не понимаете, чтобы он вас навёл, куда там залезть. И всё станет понятно. А тем более, если у вас община, то в этом случае назначьте кого-то, кто, например, имеет какие-то юридические взгляды на этот мир, кто может в этом поразбираться, дотошные люди. Попросите его или назначьте по общинному, чтобы он просто-напросто пошёл и изучил все эти вопросы. И у вас будет свой юрист, который будет заниматься всеми этими вопросами, как улучшить жизнь общины, отталкиваясь от тех законов, которые в вашем регионе действуют. Всё. Всё очень просто. Так, идём дальше. Время идёт, время уже меньше остаётся, а эфир наш продолжается. Вопрос эфира от Макоши Копа — это разновидность общины. Община, собирающаяся по принципу выживания или просто территориальному, уравнивает своих членов по «среднему» в кавычках параметру. Вероятно, объединение в Копе должно происходить только на основании идеи. При этом участники Копы должны быть на довольно высоком уровне сознания. Просто перечисление условий общинный уряд, общинный обряд, общинный кош, наставление ведущих подразумевает высокий уровень подготовки общинника. Кто и как их может подготовить? Насколько на сегодня общество готово к этой форме взаимодействия? Прямо мудрёно всё. Ну ладно, сейчас подумаю немножко. Смысл такой, что почему общины вовсе не обязательно людей выравнивать? Ну вот условно, если бы мы сейчас имели где-то перед глазами род многочисленный, вот условно человек 150-200, мы увидели там есть и глава рода, безусловно выдающийся для своего рода человек. И условно есть там те, которые там сидят в бочке и хохочут, и род и их кормит. Но это не значит, что они на одной горизонтали стоят. Род он интегрирован и в горизонте, то бишь он работает с землёй, он постигает вот это, и каждый на земле ищет свою выгоду, но свою выгоду соотносит с выгодой рода, то бишь, чтобы род его множился и укреплялся. И поэтому как бы если мы там возьмём какую-то условно доисторическую собирательную общину горизонтального уровня, и то там уже была вертикаль. Поэтому нам нет необходимости, чтобы все там взяли слово снова саху и стали пахать землю, то есть всех выровнять по горизонту. Нет, просто уровень дохода в общине, там опять же тоже экономический уклад надо разбирать, потому что есть и общины, которые готовы в принципе всё собирать на общий кош, а есть и общины, которым условно и одна двадцатая великовато для того, чтобы участвовать в общем кош. Соответственно, у первой там есть свои ограничения, где они собирают всё для общинников. Просто как бы ты практически, если ты всё сдаёшь, то вся экономика твоя внутренняя, она уже выстроена внутри общины. Ты с внешним миром практически взаимодействуешь только так через общину. Ну, это неплохо и нехорошо, потому что если там люди достаточно понимающие, сведающие и ведающие, то это, наверное, наиболее быстрый способ развития общины, если среди них есть достаточный уровень правды. Вот. А те, которые как бы, ну вот, собирают что-то, ну, непонятно на что и для чего и как, и, собственно говоря, кош у них хоть и множатся, но как бы сердца их далеко стоят друг от друга. И, соответственно, строить им сообща практически ничего невозможно. И ключевой элемент, да, вот сегодня я мало его коснулся, но как бы если люди приняли уряд, приняли, поняли, исполнили, то тогда для них понятие коша, как вот старшие ведущие сказали, что обряд — священное дело, а кош не менее священное дело земное, нежели обряд. Потому что все люди это понимают, тогда у них что-то возникает. Не понимают, к сожалению, это будут всегда только добрые разговоры о добром. Но дела тут будет маловато, потому что просветлёнными, какими бы мы ни были, мы должны и на земле нечто созидать для себя и, в первую очередь, для своих потомков в том числе. Вот. Поэтому тут община не должна уравнивать и не в этом смысл, потому что дары у каждого по рождению свои. У кого-то великие, у кого-то средние, у кого-то малые. И каждый проходит свой круг меры и смены мерности и бытия в этом мире. Поэтому обучение идёт постоянно каких-то людей. Но я говорю, вопрос принятия он маловат, потому что, я говорю, пока не будет в родах наших утверждена вышняя правда высокого уровня, утверждена это значит принята, понята и исполнена. Ничего особо как сказать, выдающегося с нами не произойдёт. И это совершенно чётко, это вот сто процентов, тысяча процентов. сейчас от меня это правда безусловная. Я говорю, пока вы для себя не выберете правду и тех, кто эту правду может нести и держать, всё будет немножко мимо. А не немножко, на самом деле, а практически мимо полностью. Алексей? Да, здесь, на мой взгляд, необходимо понимать, что община это не только когда люди приехали вместе чем-то позаниматься, но и у них есть ещё какой-то общий взгляд на этот мир. Помимо общих взглядов, общих мыслей необходимо какие-то совместные действия производить, которые бы нас соединяли с высшими нашими братьями, нашими богами, предками и так далее. И чем-то заниматься на земле. Вот когда все вот эти три аспекта входят в единое что-то, вот тогда получается та самая община, в которой можно уже развивать управление, самоуправление и так далее. Если же какой-то из элементов вываливается, то это или превращается в религиозное какое-то объединение, либо это превращается в кооператив тружеников на земле, либо это превращается в какой-нибудь коттеджный посёлок художников и поэтов. Вот чтобы у нас не было такого, а чтобы это было соединено вместе, необходимо всё это учитывать и совмещать, как и в человеке. Совмещены все эти направления, все эти, на первый взгляд, разные какие-то эпостаси, но на то, на человек, чтобы быть цельным, на то и община, чтобы всё это вместе совмещать. Реплика эфир от Тиана. Приготовься длинное. Человек, прежде чем станет умным, сам он должен осознать общество вокруг себя. Когда ты поумнел, ты смотришь не на радости этого мира, а на главную проблему. Это и есть кармическая зависимость, потому что ты уже осознанный член общества. Умный человек понимает, что нужно жить не только в социуме, где куча народа по кону жить не собирается по факту, потому что живут они на уровне инстинктов поесть, попить и развлечься, отупиться. Так они мало того ещё и мешают. И нужно понимать, что у нас с большой буквы у нас может не всё получиться не из-за того, что мы опять с большой буквы делаем что-то неправильно, а из-за тех индивидуумов, которые попросту мешают. Социум несовершенен, и как вы будете использовать готовность к данной ситуации? Это такой вопрос. Обозлитесь на неразумных и неграмотных или же на понимание того, что мир несовершенен и нужно его совершенствовать. Мало толку, мало только того, что мы идём к свету, к этому свету, но нужно ещё останавливать тех, кто лезет вечно на красный свет. Это есть социальная ответственность в реальной помощи к нашей нации. И чем ты более развит социально, тем более на тебе лежит ответственность, ибо есть рычаги давления на изменение ситуации, и таких людей нужно искать. Так эгей, откликнитесь для объединения. Это прям призыв. очень хорошая объёмная реплика. И тут может быть есть несколько вопросов, которые можно было обсудить, но в целом я не услышал никаких противоречий или что-то ещё. Просто смысл, что надо объединяться, находить способ взаимодействия, находить способ договариваться. договариваться, вот у нас наверное одна из наиболее больших проблем. Потому что уровень морока, уровень искажения настолько велик в каждом человеке обычном, что очень тяжело с этим работать. Я постоянно с общинами как наставляющий работы, я вижу какие людям приходится преодолевать препоны, какие очень большие усилия приходится сделать над собой, чтобы хотя бы немножко продвинуться, измениться в своём характере, избавиться от лжи, избавиться от корысти, избавиться от этого искажения восприятия мира, избавиться от той боли постоянного взаимодействия с миром непозитивного. Очень тяжело, и поэтому дорогу осилит идущий, поэтому мы идём, делаем, и, собственно говоря, любой, кто доброе слово про наши движения скажет, про наши действия, тому поклон, тому поклон, Алексей. Хорошо, хорошо, идём дальше. Конечно, здесь можно много чего говорить, но время уходит, поэтому не буду. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Сурьяр! Как ты думаешь, как нужно доносить мудрость наших предков до молодёжи? Ведь все разные, разные грани осознанности и условия. Как вариант можно объединения через разнообразные дворовые игры, которые сейчас забыты? Благодарю. Ну, вариант объединения через разнообразные дворовые игры, но, конечно, дело хорошее, но тут как бы есть некий малый препон, да, в чём он заключается, что это всё уровень как бы первичного взаимодействия, ну, что люди как-то могут немножко какое-то время поучиться взаимодействовать, это уже хорошо, может быть, даже люди смогут прожить всю жизнь и ни разу как бы не войти в какой-то противоречие. Ну, выросли в одном дворе, научились что-то играть, научились там сообща потом что-то делать, но вопрос, почему я говорю, вопрос упирается, что любой народ, любой народ, да, он всегда формируется вокруг какой-то правды. И на сегодняшний день, я говорю, самая больная ключевая тема это вот среди нас русских, там славян в том числе, это как бы поиск самих себя, то есть определить, кто мы есть и что нам делать, чтобы нам оказаться в правде. Просто даже оно не так звучит, но что делать, я слышу со всех сторон постоянно, потому что люди не могут определить эту правду и не могут определить себя в этой правде. Почему я говорю, что вышняя правда, она должна проявиться как кристалл, потому что она разлита во всех нас, и мы, в общем-то, этой болью, этими какими-то своими метаниями 10-20, там 25 лет, 30, там за последние начало перестройки, очистились, а некоторые замутнились. Но те, кто очистились, они как бы уже чувствуют своими сердцами эту правду. Вот, а она небольшая. Она небольшая, почему я говорю, она вот может и выглядеть так, там, не лги, не воруй, и она и так может выглядеть, но она должна быть принята и понята, принята и понята. Сначала понята, а потом принята. Или наоборот, неважно, сердце тут может оказать добрую услугу и с глубин своих дать ответ, что это то и есть. Это и есть та правда. Поэтому задача как взаимодействие первичное, она, конечно, очень важна. Но если мы хотим двигаться дальше, чем 10 лет, дальше, чем 15 лет, то нам нужна та правда, которая нас соберёт из небытия. Вот эту правду нам надо сейчас определить, найти и увидеть, в чём она заключается. Пусть там в двух словах, пусть в трёх, пусть там в пяти, пусть в десяти. Но это будет правда, и ты скажешь, это правда, это мы, русы, это наша земля, это наша правда, это наша жизнь. И вот здесь и возникнет сила, здесь и возникнет дорога. Алексей? Абсолютно с тобой согласен. И здесь ещё тоже добавить надо. Есть понимание себя в этом мире, есть понимание принципа существования общества в этом мире. Если общество существует по принципам, по устоям, противоречащим, генетической, то есть родовой основе каждого человека, этого общества, тогда оно разрушительно. Тогда это демонический путь развития. Если же это генетически или по крови, по роду нам близко, тогда это созидание и развитие каждого в этом обществе и общества в целом. Первый показатель того, что вы живёте правильно, это то, что когда вы соблюдаете генетически близкие, то есть родовые установки, устои, а это, на мой взгляд, строительство державы. Вот если вы все свои силы направляете на строительство державы, вот тогда это откликается у всех, кто вашего рода, кто ваших кровей. И в этом случае тогда вы обязательно договоритесь. Ежели вы пытаетесь корчить из себя бизнесмена, то есть идти демоническим путём, о чём говорилось ранее, то в этом случае вы будете хитрить, юлить, искать собственную выгоду, прикрываться высокими словами и так далее, и тому подобное. Но вы будете разрушать державу, разрушать каждого человека и себя разрушите в частности, в конце концов, сколько бы бабла вы не срубили, сколько бы денег вы не заработали. Вот это надо понимать. Поэтому хотите договориться, выкиньте все предрассудки и отравления цивилизации с головы и стройте державу. Только так у вас будет просыпаться ваша родовая память, только так вы сможете договориться с теми, кто такие же, как вы, русичи, родовичи, наши светлые люди, которые хотят жить по праве. Вот это самое важное. Все остальное – это пенки и не только от молока. Реплика в эфир из Ютуба от Степана Степановича. «Рабская индустриализация мне не нужна». Это когда мы по индустриализации говорили. «Но мы же не сферический конь в вакууме. Придут внешние силы на танках и вертолётах и сметут нас с нашей земли, как уже хотели сделать. Так что индустриализация – вопрос выживания». Что-то скажешь? Ну, почему нет? По-своему. Но опять же вопрос, что как бы мы там не относились, допустим, к Сталину или ещё каким-либо правителям. Мы понимаем, что были некие внешние условия. Словно, если бы на наш народ никто извне не давил, не пытался бы нас изувечить в духовном смысле, в миропонимании, то мы бы давно уже договорились друг с другом. Мы бы уже нашли способ, как себя обустроить правильно. Нам не надо даже мудрости других народов у нас своей хватает. И в родовой памяти её там такие глубины, что не вычерпать никогда. А ещё и сами наработаем вперёд. Поэтому тут не вопрос как бы выживания, а вопрос той идеи, которой живёте вы и той идеи, в которой живёт условно мир вокруг вас. Если она в противоречии, вам надо как бы приложить усилия для того, чтобы, как я сказал, если род рядом с тобой не живёт в твоём поконе, значит, удали его, либо сам удались от него. ибо придёт через него скверно. И вот эта заповедь очень чёткая, её надо понимать. Поэтому наглосаксы, англосаксы, как бы вы к ним не относились, у них всегда есть чёткая идея порабощения всего мира, и они в этой идее никогда не останавливаются. наше слабое звено, что мы за последние столетия разучились доводить логику своего бытия до конца, потому что потеряли саму логику. А так мы бы выстроили уже, ну как у нас с одной стороны с помощью Сталина и при его понимании была выстроена целая мировая система, но после него, к сожалению, не смог её никто ни развить, ни удержать. Она там с момента его ухода она, собственно говоря, сыпалась, но просуществовала почти ещё 40 лет, но провалилась. А идея была такова, что наша идея должна стать основной, доминирующей, главной. То есть наш покон стал первым в мире, и, соответственно, все иные племена вошли в наш покон. Тогда ворогов у нас нет. Алексей? Я хочу вот что сказать, что чем ниже уровень понимания этого мира, чем ближе к смердовскому и так далее, к нежити, тем больше нужно внешних факторов, внешних факторов, которые бы заставили пинками, волшебными пендалями это существо что-либо делать. К примеру, обезьяна, которая имеет хороший иммунитет и покрыта шерстью, она и пальцем не поведёт, если будет моросить слабый дождь. Но если пойдёт сильный дождь, вот тогда она сорвёт какой-то лопух или пальмовый лист для того, чтобы укрыться от этого сильного дождя, когда шерсть начнёт промокать. То же самое здесь. Если мы, как обезьянки, боимся чего-то и не способны высокими технологиями себя защитить, в этом случае нам необходимы пинки и допинги для объединения, для того, чтобы мы начали что-то делать и так далее. И, к сожалению, один из главных допингов для мирового вообще сообщества это война. К сожалению. Вот чем чаще происходят войны, тем это больше показатель того, в каком обезьянском состоянии мы находимся. Потому что войны заставляют вас задуматься о том, какова хороша жизнь в мире, какие необходимо делать действия для того, чтобы мира достигать, для того, чтобы вы поняли, что нужна какая-то система защиты, содержание армии, содержание руководства и так далее. Естественно, что это всё делается через паразитов. Но другим способом обезьян заставить что-либо делать невозможно. Только через страх, только через какие-то реальные прямые угрозы. Что же касается вопроса здесь или реплики, то, что придут ребята на танках или на вертолётах, если мы не будем себя защищать, то в этом случае я вот что хочу сказать, что дело в том, что когда я говорил про то, что нам не нужна вот такая индустриализация, я же не просто сказал давайте мы её уберём. Я сказал, давайте её заменим другими технологиями, которые не будут отравлять нас, не будут отравлять окружающий мир, которые будут работать на созидание. Вот что я сказал. И технологии более высокого порядка. Ну, к примеру, как может лететь вертолёт, если вдруг при применении нашей технологии его двигатель просто заглохнет? Как может работать система наведения ракеты, если наша технология эту систему наведения просто-напросто вывести из строя или перенаправить её в другое место, например, на того, откуда она прилетела? И как может танк к нам приехать, если просто двигатель его заглохнет и вся электрика у него откажет? То такие же технологии известны, очень много случаев, когда вдруг появляется какой-то НЛО и вдруг все двигатели замирают и часы останавливаются или что-то происходит и люди впадают в панический страх, например, или наоборот начинают веселиться, выпрыгивают, гуляют, прыгают, там что-то делают. Я говорил вот об этих технологиях, о том, что можно, тратя меньше сил, выращивать большее количество качественной не ГМО продукции, когда мы можем получать энергию, не разрушая землю, не сжигая что-либо, не коптя землю и так далее и тому подобное, не отравляя себя, не отравляя окружение, не отравляя жизнь на земле, не отравляя воду. Вот об этих технологиях и об этом я говорил. Еще раз подчеркиваю, не просто отказаться от индустриализации, а вычленить те элементы индустриализации, которые вредны, которые являются костылями, которые усложняют нашу жизнь и заставляют нам работать на эту индустриализацию, подчинять весь быт этой индустриализации. Например, построили крупный завод и весь город пашет на этот завод. Все этому заводу подчинено. И неважно, работаешь ты на нем или не работаешь, ты подчинен все равно этому заводу. Ты обслуживаешь тех, кто работает. Ты по их графику трудишься, ночей не спишь, потому что ночная вахта есть и так далее и тому подобное. Или же мы убираем то, что нам нужно, не нужно и делаем то, что нам нужно с меньшими затратами и с большим качеством отдачи в жизни. Вот о чем я говорю. Поэтому не надо так однобоко говорить, что я против индустриализации. Нет. Я понимаю, в каком мире мы живем. Реплика эфир от Игоря из Ярославля. Индустриализация и прочие ции, навязанные и чуждые нам цивилизации, постепенно займут свое место в нашей жизни, когда будет структурироваться общество. Те ции, которые не нужны, перестанут занимать место. реплика из Ютуба от Вячеслава Вседобрейшего. Прям точно сказал Алексей про мохнатые лапки. О, меня похвалили, слышишь, Сурьер. Ну, так. Идем дальше. Я всегда хвалю. Вопрос в эфир от Радон 34. Когда первый собор общин будет собираться? Есть ли такая информация? У нас община тоже начала собираться, Архангельская волость. Пора бы уже и дела делать. И технический инструментарий вот внутреправленческого назначения планируем делать через некоторое время. Как бы всё это в копу собрать нам? Что скажешь? Вопрос хороший, но у нас сейчас пока в планах есть, что мы, может быть, перед Купалой летней, потому что многим людям, понимающим и следующим предварительные предложения были сделаны, что мы где-нибудь под Москвой в первой половине июня сможем собраться несколько дней поговорить. Может быть, это и состоится. Пока идутся какие-то разговоры, переговоры первичные, что собираться просто так и нужно, и приятно, но хотелось бы, чтобы что-то было проявлено, хотя бы как бы первичный какой-то план или как первичное понимание правды. Идёт работа мы постоянно с теми, кто какое-то количество людей, какое-то количество знаний проецирует, с каким-то количеством людей взаимодействует постоянно. Мы общаемся, мы в этом плане открыты, и, собственно говоря, есть у нас много чем поделиться, ну и всегда с удовольствием послушаем, если у кого-то есть позитивный, хороший опыт, собственно говоря, обучаться мы не отказываемся, а с удовольствием это делаем, если есть чему. Другими словами, приходите к нам на огонёк, будем общаться. Ну, в общем, да, есть чем поделиться. Есть что сказать, есть кого послушать, да, есть о чём подумать, и так, что вы приносите свои мысли, будем обсуждать. Вопрос от дяди Стёпы. Проводят ли волхвы обряды посвящения витязей, князей и так далее? Ну, проводят. Только князя бы надо споймать сначала. Князе, а вот завис, да? Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Сотрудничество намного лучше конкуренции. Ну, как говорил, в державном нашем представлении сотрудничества, это один из факторов. Разговор там как бы небольшое, как сказать, никакое слово-то не соперничество, а соревновательность, она нужна. Ну, условно, вот ты сделал красивую табуретку, я могу сделать ещё красивее. А я вот кресло сделал, а я там вот летающую тарелку. Да и хорошо. А я летающее кресло, да. Да. Много разных цветов, они все нужны. То есть, всё просто, ребята, если вы трудитесь, опять же, на державу, которая стоит из общин, это вот основа, да, вы не пытаетесь кого-то загнобить. Вы понимаете, чем больше добра в общине, тем здоровее, тем добрее держава, ну, с точки зрения добра имеет цвету, да, благосостояние державы лучше, потому что в державе нищих не может быть. А конкуренция, она только в цивилизованном мире. И если вы видите, что кто-то работает, используя приёмы конкуренции, то есть цивилизационного вот этого бизнес-мира, это говорит о том, что он не на державу работает, он работает на свой карман. Вот все эти признаки, если вы вычленяете, вы понимаете, что он будет разрушать чужой стул, сделанный чужое кресло, чужой самолёт, для того, чтобы свой вам продать, чтобы вы его пользовались, не становились мастером, а чтобы вы пользовались тем, что он вам предлагает, чтобы он жил хорошо. Вот это главное понятие. Он будет жить хорошо или будет жить держава? Если вы понимаете вот эти два отличия, понимаете, как конкуренция производится, тогда вы всё поймёте, тогда вам не надо будет показывать вот этот вот державник, а вот этот бизнесмен, а вот этот вообще ворюга, а вот этот обманщик, Тогда не надо будет ничего вам показывать Вы сами всё будете понятны Просто смотрите на объявления Смотрите на те зазывы, призывы Баннеры, которые вам раздают И так далее И вам всё будет становиться понятно И вы тогда поймёте, с кем иметь дело С бизнесменом или с державником Который радеет за что Всё, вот других вариантов нет Кош общинно его интересует Или кошелёк личный Идём дальше Реплика вечера от Тианы Сурьяр, ведические боги стояли За чертой тьмы Забвения, но всё В мире циклично Придёт время, когда наши знания Сил природы и законов Пространства станут Вновь востребованы и лягут В основу возрождающейся Цивилизации славян И это не случайно Потому что всё идёт по сворожьему кругу И является следствием Закономерности Так во славу богов наших Не дадим Недругому Клевать пращеров наших И надобно Надобно говорить И лить правду в уши народу За это вам спасибо Спасибо огромное Сурьяр и Алексей Вот, пожалуй, мы с тобой Добрались до конца Всех реплик и вопросов И как вот прямо человек подвёл всё Видишь, у нас просто вот то, что Когда такое пожелание делают Хорошее, длинное Там на обряде или где-то мы У нас все наши родовичи сразу говорят Будь то То есть пусть это исполнится Во что бы то ни стало И все мы словом, своими делом Подтвердим, чтобы оно было Будь то То, что сказал, что Да, время пришло И сила наша, и слово наше И правда наша Должна в мире проявиться Быть добру Принимаю Быть добру Така бысть, така будет Хорошо? Така было Така есть, така и будет Да Хорошо, ну что ж Ну что ж Давай подводить итог Сегодняшней нашей встречи И напомню, что мы говорили Про копное право в общении Автор сказитель Сурьяр Как-то вот надо черту подвести Всему сказанному Как-то вот слить воедино Уже в кошу общий сложить И закончить наш эфир Добрый день Добренько Добренько Хорошо Ну, смысл такой, да Что у нас, с одной стороны Было заявлено Что Как копное управление Осуществляется Ну Об этом мы говорили Неоднократно И будем говорить еще Но Скажем Мы немножко уклонились Сегодня в сторону Я считаю, что Очень хорошее уклонение Получилось Мы сказали Почему копа На сегодняшний день Не работает И какие В этом есть основные причины И это на основании Нашего опыта На основании Нашего понимания На основании Ведания Сказанное Поэтому я говорю Что Нам надо Учиться Постепенно Понимать Самих себя Научиться Различать Своих Научиться Доверять Своим Потому что Только с доверия Начинается Взаимодействие И понимать Что от каждого Из нас Зависит Многое И понимать Что Земля По которой мы ходим И называем Своей По каким-то бумагам Она вдруг Давным-давно Не наша И Вопрос такой Что Нам надо думать Вперёд Нам надо думать Что мы Передадим Своим потомкам Это Священная наша Обязанность Перед потомками То, что Получено нами От предков Мы должны сохранить Умножить И передать Потомкам Вот Наша задача А как жить По копе Ну В общих чертах Мы знаем Вопрос только О том Для каждого Из нас Готов ли ты Задай сам себе Вопрос Оторвать Свою задницу От стула От дивана От кресла И пройти Сделать там Несколько шагов Для того Чтобы с кем-то Из родовичей Соединиться Для общего дела Тогда и наполнится И кож Тогда и потекут Реки добра Вокруг нас И благо Великое Проявится Вот и вся задача Просто ты Должен Внести Свою лепту Свою долю Малую В будущее Себя Своего рода И всех наших родов И не отделяй себя И свой род От своих родов К сожалению Практически Ни у кого нынче нет Есть там Маленькие ячейки Так называемые Семьи Которых нет Лада В большинстве случаев Потому что Мужской и женский ход У нас утрачены То, что мы обещали Как-то сделать Несколько передач Про это Но время придёт Как бы мы Разберём Потому что Восстановление Мужского и женского хода Это тоже Первая очередная задача Наши роды Были в вымирании И только сейчас Начинают выравниваться Но дети наши Ещё не знают Хода будущего Поэтому надо Всё это разбирать Рассказывать Поэтому Копа У нас есть Копа Как мы говорим Кола встала Вокруг огня Родового Тоже Кола встала В небесах И поэтому Копа есть у нас В небесах И она Всё время Обсуждает Предки наши Мудрость единую Собирают И наделят Нас ей Скорость И поймём Что нам Сообщать делать И как нам Стать именно Своими Друг для друга И именно Делать это Сообщать Вот так Наверное Алексей Ну что же Благодарю тебя Благодарю очень У нас получился Позитивный эфир Много вопросов Мы сегодня рассмотрели И реплик И правильные слова Говорил и ты И говорили наши Радиослушатели И писали наши Радиослушатели В чатах И Народнославянского радио И в чате Нашего канала На ютубе От себя В заключении Скажу Что по одному Из современных Календарей Пока ещё 1 марта 2017 года Среда По одному Из старинных Сороководья Сороководья И попе Так что Вникайте Включайтесь Ну окажешься Ты Вот это Я уже не говорил И я не говорил И я не говорил Так что Включайтесь Здравомыслие И всё У нас будет хорошо Насим Я с вами прощаюсь Малую Реплику ещё Ищите правду И праведников Вот о чём Я хотел бы Тоже всем пожелать Всем Радовичам Благодарение За то Что слушали Благодарение За то Что единая мысль Усвиваете Небеса над землёй Нашей Чувствую Поддержку Вашу великую Великое вам Благодарение Всем Благодарю ещё раз Всем добра До новых встреч Друзья мои Услышимся И увидимся Всё важно